Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 42. Примени алгоритм деления столбиком для вычисления значений неполного частного и остатка следующих пар чисел. Другими словами, нам нужно разделить. Берем первую пару чисел. 24368 разделить на 6. Итак, начинаем с того, что определяем первое неполное делимое. Рассматриваем первую цифру. Она меньше 6, значит при делении на 6 получится 0. Не годится. Берем первые две цифры. Две цифры 24. 24 разделим на 6. Получим 4. Записываем первую цифру в неполном частном. И, кстати, давайте определим, а сколько цифр будет в неполном частном. А цифр будет столько. Для того, чтобы это сделать, давайте определим, вот эта четверочка, она какого разряда будет в неполном частном? А того же разряда, что и число 24. Ну вот число 24 в данном делимом, оно показывает, сколько тысяч содержит данное делимое 24368. Ну, потому что четверочка стоит в разряде тысяч. И тогда при делении мы получим тысячи, значит, вот это будет 4000 в неполном частном. Но тогда за ним будут стоять три цифры. Цифра, показывающая разряд сотен, разряд десятков и разряд единиц. Вот на месте этих точек мы должны записать какие-то цифры. Так, но мы должны этот этап деления оформить или получить остаток. 4 умножить на 6 – это 24, значит, из 24 мы все 24 разделили и получили остаток 0. Но это промежуточный этап. Поэтому мы 0 не пишем, а продолжаем следующий этап деления. На каждом последующем этапе мы должны очередную цифру делимого, в данном случае это троечка, спустить вниз и приписать к остатку. В данном случае остатка нет, поэтому только одна цифра 3 у нас выступает в качестве второго промежуточного делимого. Начинаем делить. 3 делим на 6. 3 меньше 6, значит, в результате деления получится 0, а этот 0 мы обязательно должны записать неполным частным. Ну и дальше. 0 умножить на 6 – это 0, значит, из 3 мы ничего не разделили на 6, а вся троечка пошла в остаток. Дальше. Спускаем шестерку. Делим 36 на 6. Получаем 6. 6 у 6 – 36. Вычитаем из 36 36. Получаем остаток, равный нулю. Не записываем его. А продолжаем. Следующий этап деления. Восьмерочку спустили. Делим 8 на 6. 8 на 6 нужно взять по одному. 1 умножить на 6 – это 6, значит, из 8 мы 6 разделили, а двоечка – это у нас остаток. Вот этот остаток – последний. Потому что все цифры делимого мы рассмотрели, восьмерку мы тоже разделили, поэтому это окончательный остаток. А неполное частное – это у нас 4061. Следующий пример. Так. 87 693. Разделить нужно на 3. 8 на 3 делится. Значит, первое неполное делимое – это 8. Сколько раз надо взять по 3, чтобы получить 8? Нужно взять два раза по 3. Это будет 2 умножить на 3. Это будет 6. Значит, из 8 мы только 6 разделили, а 2 пошло в остаток. Сносим следующую цифру – 27. 27 разделить на 3 – 9. А, кстати, давайте определим сразу, сколько цифр у нас будет в неполном частном. Поскольку первое неполное делимое – это 8, и выражает оно число десятков тысяч в данном делимом. 80 тысяч. Значит, число десятков тысяч. Тогда вот эта двоечка выражает десятки тысяч. Тогда за ним стоит число, которое выражает единицы тысяч. Дальше сотни, десятки и единицы. То есть наше неполное частное будет содержать 5 цифр. Продолжаем деление. 27 на 3 мы разделили. Получили 9. Значит, 9 на 3 – это 27 из 27. Вычитаем 27. Получаем остаток 0, но его не пишем. Сносим шестерочку. 6 делим на 3. По 2 нужно взять. 2 на 3 – это 6. 6 минус 6. Тоже получаем 0. Его не пишем. Сносим следующую цифру. 9. 9 делим на 3. Получаем 3. 3 на 3 – 9. 9 минус 9. Тоже получаем 0. И тоже его не пишем. А сносим следующую, последнюю цифру. 3 делим на 3. Получаем единицу. Единица умножить на 3 – это 3. Значит, 3 вычитаем 3. И получаем остаток, равный 0. Вот у нас какой остаток получился. Значит, вот это число 87.693 на 3 делится нацело. И у нас в данном случае получается не неполное частное, а просто частное. Потому что у нас случай деления нацело. Следующий пример. Так, какой примерно вместить? Чтобы вместился. Ну, давайте по порядку и на следующей странице продолжим. Так, 386 592. Делим на 8. На 8. Так, смотрим на первую цифру. Первая цифра 3 на 8 не делится. Значит, нам нужно взять 2 цифры. 38. 38 на 8 – это будет. Сколько надо взять по 8, чтобы получить 38? Ну, запишем 4. 4, 4х8 – это 32. Значит, из 38 32 мы разделили. А в остаток у нас пошло 6. Да, и сразу определим, сколько цифр будет содержать неполное частное. 38 в данном делимом обозначает так десятки. Десятки тысяч. 38 десятков тысяч. Значит, вот это десятки тысяч, вот это единицы тысяч, это сотни, это десятки и это единицы. Значит, наше неполное частное будет содержать 5 цифр. Продолжаем деление. Так, спускаем вторую шестерочку. 66 на 8, сколько нужно взять? По 8. 8 и 8 – 64. 66 минус 64 – 2. Сносим следующую пятерочку. Сколько нужно взять? По 3. Трижды 8 – 24. 25 минус 24. Остаток единичка. Сносим следующую цифру. Это девяточка. 19 на 8. Нужно взять по 2. 2 на 8 – 16. 19 минус 16. Остаток 3. И последняя цифра – двоечка. 32. 32 на 8. Ну, по 4 нужно взять. 4. 4х8 – 32. Значит, все 32 единицы мы разделили. Получили остаток 0. И это остаток окончательный. И мы поэтому 0 записали. А окончательный он потому, что все цифры делимого у нас уже закончились. Мы все цифры разделили. И в данном случае у нас получилось не неполное частное, а частное 48 324. Так, следующий пример. 56 928 делим на 15. На 15. Ну, сразу мы первые две цифры рассмотрим, потому что ясно, что одна цифра на двузначное число делиться не будет. Поэтому сразу 56 рассматриваем. 56 больше 15, поэтому при делении получится цифра отличная от нуля. А сколько же получится? Ну, здесь нам нужно методом подбора. Это, конечно, можно для этого использовать черновик. Но давайте попробуем все-таки... Попробуем сразу троечку. Вот тройку 3 раза по 15. Это будет число близко к 56. Давайте проверим. 3 умножить на 5. Это 15. 5 пишем, 1 в уме. 3 умножить на 1. Это 3, 1 в уме. 4, 45. А что, собственно, мы проверяем? Вот давайте мы найдем остаток. 6 минус 5, 1. 5 минус 4, 1. 11. Вот здесь мы можем проверить. Если остаток получился меньше делителя, то мы правильно подобрали число 3. А если бы он получился больше 15, то тогда нужно было бы вот эту троечку увеличить на единичку. Ну, как минимум на единичку. Так. Ну и дальше. Что? Остаток у нас получился меньше, поэтому мы продолжаем. Сносим девятку. Теперь 119 нужно разделить на 15. Поскольку же нужно взять... Ну, давайте попробуем взять по 6. На черновике, вот я здесь запишу на черновике, нужно проверить, чтобы не черкать в тетрадке. Вот я на черновике пишу. Что я пишу? Я сейчас... Ну, я предполагаю, что нужно взять по 6. Я 15 умножу на 6. И посмотрю, что получится. 5 и 6 – это 30. 0 пишем 3 в уме. 1 на 9 – это 90. Ну, 1 на 6 – это 6. И еще 3 в уме – 90. Ага, получилось 90. А теперь я вычту. 119 минус 90. И что я получу? 9 в остатке. И 2. 29 больше 15. А это значит, что по 6 взять мало. Можно взять по 7. Потому что в 29 еще хотя бы один раз присутствует 15. Значит, не по 6, а по 7. Вот теперь я черновик уберу и продолжим. По 7. 5 на 7 – это 35. 5 пишем 3 в уме. 1 на 7 – 7. И 3 в уме – 10. Вот. И теперь посмотрим, какой тут остаток получится. 9 минус 5 – 4. 1 минус 0 – 1. 1 минус 1 – 0. 14. 14 меньше 15. Поэтому все правильно. Цифра 7 правильная. Но здесь мы пропустили момент. Мы не посчитали, а сколько цифр в неполном частном. Давайте это сделаем. Итак, 56. Первое неполное делимое выражает число. 1000 – 56 тысяч находится в данном делимом. Значит, вот эта цифра обозначает 1000, а за ней стоят сотни, а потом идут десятки, а потом единицы. Всего 4 цифры должно получиться. И второе мы уже записали. Продолжаем деление. Это у нас начинается третий этап. Сносим двоечку. Снесли. Теперь нам нужно разделить 142 на 15. Но смотрите, если мы 119 делили на 15, получалось 7, то 142, конечно, получится больше. А давайте попробуем 9. И давайте все-таки это сделаем на черновике. Возьмем по 9. Ну вот 15 умножить на 9. Я получу 5 на 9. Это 45. 5 пишем, 4 в уме. 1 на 9 – 9. И 4 в уме – 135. Ага, сразу видно, что 135 меньше, чем 142. Годится. Убираю черновик. 9. Так. А, я рано уложу черновик. Надо было сохранить результат произведения. Но давайте все-таки еще раз сделаем. 5 на 9 – это 45. 5 пишем, 4 в уме. 1 на 9 – 9. 9 и 4 – 13. 135. Вычитаем. Получаем. Так. 2 минус 5. Ну, 12 минус 5. Возьмем единичку от четверочки. Получим 12. 12 минус 5 – это 7. Так. Ну, если четверочки у нас уже троечка, осталось 3 минус 3 – 0. 1 минус 1 – 0. Значит, только 7 осталось. Сносим последнюю цифру. 8. 78 делим на 15. Ну, здесь по 5 нужно взять. Тоже мы можем, конечно, это проверить. Но я уже вижу, что и вы. Если вы сделаете, выполните деление многократно, то вы будете чувствовать, какое число нужно взять. И вот умножаем. 15 на 5. 5 и 5 – 25. 5 пишем, 2 в уме, 1 на 5 – 5 и 2 в уме, 7. Получили 75. 78 минус 75, остаток 3. Вот этот остаток окончательный, потому что мы все цифры делимого рассмотрели, получили остаток 3. И неполное делимое – 3795. Так. И последние два примера. 36429 делим на 24. На 24. Так. Берем сразу две первые цифры, рассматриваем. 36. Да, делится на 24. 36 больше, чем 24. А сколько раз надо взять по 24, чтобы получить 36? Ну, по одному, потому что 36 не намного больше, чем 24. По одному. Тогда 1 умножить на 24 – это будет 24. Значит, из 36 мы только 24 разделили на 24, получили 1. Какой у нас остаток? 6 минус 4 – 2. 3 минус 2 – 1. 12. 12 меньше, чем 24, меньше. Поэтому мы все сделали правильно. Взяли по одному – это правильно. Определим, а сколько всего цифр получится в неполном частном. Число 36 выражает число тысяч делимым. Значит, вот это 1 тысяча. Дальше будут сотни, десятки и единицы. Всего 4 цифры нам нужно найти. Второй этап. Спускаем следующую цифру, четверочку. Делим 124 на 24. Сколько получится? Ну, давайте попробуем по 5. И вот сейчас на черновике я проверю это. Если мы возьмем по 5, то нам нужно будет 24 умножить на 5. Получим 4х5 – 20. 0 пишем 2 в уме. 2 на 5 – 10. И 2 в уме – 120. Ага, получили число близкое к числу 124. Значит, нам по 5 подходит. Убираю черновик. Ну, точнее, пускай он пока будет. Я его потом в конце уберу. Значит, по 5 подходит. 5 записываем. 5 на 24. Ну, уже мы знаем, что будет 120. Какой у нас получается остаток? 4. Сносим следующую цифру. Двоечка. 42 на 24. Ну, нужно взять тоже по одному. Почему? Потому что если взять по 2, то у нас получится 2, 4 на 2. Это будет 4 десятка, 8 единиц. 48. Значит, по одному. Так, 1 на 24 – это 24. Вычислим остаток. 2 минус 4. 12 минус 4. 8. Так, от четверки мы уже забрали один десяток. Осталось 3. 3 минус 2. 1. Вот уберу в черновик сейчас. Так, продолжаем деление. Так, девяточку спустили. И теперь нам нужно подобрать число, которое… Наибольшее число, которое при умножении на 24 даст произведение меньшее, чем 189. Ну, смотрите, если мы 24, ну, по 10 мы не можем взять, а давайте по 9 все-таки проверим. По 9, если мы возьмем по 9, значит, 24 умножить на 9, получим 4х9 – это 36. 6, пишем тревоги. 2 на 9 – это 18, и 3 – это 21. Ну, это будет намного большее. Давайте узнаем, насколько же больше, чем то, что нам нужно разделить. 216 минус 189. Получится 16 минус 9 – это 7. Значит, здесь уже не единичка, а 0. Поэтому здесь берем единичку, получаем 10. 10 минус 8 – 2. Вместо двойки уже единичка. Единичка минус единичка – это 0. Значит, остаток 27. Это о чем говорит? Это о том говорит, что нужно взять не девятку, а нужно взять восьмерку, то есть на единицу меньше. Давайте проверим. 24 умножить на 8, получим 4х8 – 32. 2 пишем, 3 в уме. 2 на 8 – 16, и 3. Это 19. 192. Смотрите, 192 тоже больше, чем 189. Значит, и по 8 нам не годится. Значит, нужно брать по 7. Так, уберу черновик. По 7. 4х7 – 28. 8 пишем, 2 в уме. 2 на 7 – 14. И 2 в уме – 16. Так, теперь вычитаем. 9 минус 8 – 1. 8 минус 6 – 2. Все, это остаток окончательный, потому что все цифры мы рассмотрели. И девяточку тоже разделили. И этот остаток меньше делителя 24. Значит, мы все сделали правильно. Получили остаток меньше, делить нам больше нечего. И неполное частное – 1517. Ну и последний. Например, 169 834 разделить на 31. Так, ну, сразу две цифры рассмотрим. Так, 16 меньше 31 не подходит. Надо еще одну цифру взять. 169. 169 делим на 31. Ну, сколько получится? Я пока не знаю. Возьмем среднюю цифру. Ну, нам нужно выбрать цифру от 1 до 9. А возьмем среднюю. 5. 31 умножить на 5. 1 на 5 – 5. 3 на 5 – 15. 155. Давайте вычтем, посмотрим, достаточно ли нам будет 5. А будет достаточно, если у нас остаток будет меньше, чем 31. Проверим это. Так, 9 минус 5 – 4. 6 минус 5 – 1. 1 минус 1 – 1. Да, остаток 14 – это хороший остаток, потому что он меньше делителя 31. Больше, чем 5 мы взять не можем. Поэтому это наибольшее число, которое даст при умножении на число 31 нам Число меньше, чем 169. Так, 5 на 31 – это 155. И остаток мы его уже находили – это 14. Первый этап закончился. Мы уберем черновик. И давайте определим, сколько цифр в неполном частном. 169 показывает, сколько тысяч в делимом. 169 тысяч. Значит, вот эта пятерочка – это будет 5000 в неполном частном. За тысячами будут сотни, потом десятки и потом единицы. Всего 4 цифры. Так, продолжаем деление. Восьмерочку теперь сносим. 148 разделим на 31. Ну вот смотрите, когда мы брали по 5, у нас получалось 155. 155, то есть больше. 148, ну так, не намного меньше. Поэтому мы возьмем по 4. 4 на 1 – это будет 4. 3 на 4 – это 12. Вычитаем из 148. 124. 8 минус 4 – 4. 4 минус 2 – 2. Так, ну, 24 меньше, чем 31. Проверили. Все правильно. Продолжаем дальше. Снесли троечку. 243 делим на 31. По сколько же нам нужно взять? Ну, смотрите, так, чтобы хотя бы начать с чего-то. 243 – это 24 десятка, а 31 – это 3 десятка. Сколько раз по 3 десятка нужно взять, чтобы получить 24? 8 раз. Поэтому давайте в качестве цифры для неполного частного проверим восьмерочку. Как мы проверим? Мы 31 умножим на 8 и посмотрим, какое же произведение мы получим. 1 на 8 – 8. 3 на 8 – 24. 248. Ага, 248. Немножко больше, чем 243. Вот, 248, 243. Немножко больше. Поэтому по 8 нам не подходит. Мы получим произведение большее. Но зато мы знаем, что надо взять по 7. Потому что будет меньшее произведение. Так, по 7. Черновик убираю. По 7. 1 на 7 – 7. 3 на 7 – 21. 21. Так, 217. Действительно меньше, чем 243. Вычитаем. 3 минус 7. 13 минус 7. 6. Вместо четверки уже тройка. 3 минус 1. 2. 2 минус 2 – 0. 26. Да, 26 меньше, чем 31. Все мы сделали правильно. И последнюю цифру сносим. Это четверка. А вот здесь, смотрите, как определиться со следующей цифрой. Сколько раз надо взять по 31, чтобы получить 264. Когда мы брали по 7, то мы получали 217. А давайте… А 217. Давайте попробуем по 8. А вот, кстати, на черновке там у нас записано, что если мы берем по 8, то получается 248. Вот это нам подойдет. Давайте это проверим. 1 на 8 – 8. 3 на 8 – 24. Так, и вычтем. Получим 14 минус 8 – 6. Вместо шестерки – пятерка, потому что мы один десяток забрали. 5 минус 4 – 1. 2 минус 2 – 0. Остаток 16. 16 меньше, чем 31. Значит, все мы правильно сделали. С последней цифрой определились правильно. И 16 остаток окончательный, потому что все цифры делимого мы разделили. В итоге получили остаток 16. Неполная частная – 5478. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...